Привет! С вами я, Виктория Исаева, и я здесь, чтобы напомнить вам, жизнь прекрасна. Давайте сегодня поговорим о синдроме неудачника. Наверное, каждый человек хотя бы раз в жизни ощущал себя голимым неудачником и завидовал другим людям, которые с его точки зрения более везучие, более удачливые, более любимые судьбой. Давайте разберемся, откуда берутся вообще везунчики и неудачники. И сразу вас предупреждаю, что просто сказать, ой, везунчики – это люди, которые мыслят позитивно, а неудачники – это, которые мыслят негативно, будет некорректно. Ведь почему одним людям легко любить жизнь, делать все с радостью, с удовольствием, легко получать то, о чем ты мечтаешь, а у других людей это идет очень туго, и они бы и хотели мыслить позитивно, но им это дается очень тяжело. Почему так происходит? Откуда вообще берется установка «я неудачник» и что это такое? «Я неудачник» – это программа, установка нашего подсознания, которая влияет на наше тело, заставляя его вести себя соответствующим образом. Жить как неудачник, говорить как неудачник, думать как неудачник, действовать как неудачник, работать как неудачник, сексом заниматься как неудачник. Эта установка может распространяться на многие-многие сферы нашей жизни, включаться в самую неожиданную минуту. Откуда же берется такая, казалось бы, вредная установка? Она появляется у разных людей в разном возрасте и в разных ситуациях, но общее будет одно. Для того, чтобы у вас сформировалась программа «я неудачник», вы должны попасть в ситуацию разрыва между ожиданием и реальностью. Когда вы ожидали, что будет ого-го, а в реальности оказалось вот так вот. И в результате этого диссонанса между ожидаемым и реальным вы почувствовали себя неудачником. Например, школа, вы готовились к контрольной, впахивали, вжаривали, возможно, все выходные потратили, чтобы учить, но в результате написали контрольную ликтант плохо. Вы ожидали, что «я же постарался, я же все сделал, я же вообще умный человек, я же выложился». Вы ожидали, например, пятерку, а получили, например, четверку или вообще тройку. Да, ожидания и реальность не совпали, вы почувствовали себя, блин, я неудачник. С другой стороны, бывает и наоборот. Человек-двоечник, раздолбай, не готовился, все выходные делал, что хотел, вообще отжигал, отрывался, уроки прогуливал. Пришел на контроль, перекрестился, сказал, блин, ну, господи, хоть бы как-нибудь написал. Думал, ну все, я провалился, ожидал получить двойку или кол, получил тройку, а то и четверку. Опять же, произошел разрыв между ожиданиями и реальностью, но в другую сторону. И такой человек думает, блин, фига, я везунчик, фига, я счастливчик, вот поперла-то, господи, вселенная, спасибо. Вот уж подфартила, так подфартила, да. Соответственно, как установка «я везучий человек», так и установка «я неудачник» формируется одним и тем же путем. Путем разрыва, да, между ожиданием и реальностью. Соответственно, чем более завышенные ожидания были у вас в жизни, тем больше у вас шансов разочароваться, да, реальностью и почувствовать себя неудачником. И неудачником себя может чувствовать даже человек внешне очень успешный. Например, у него там, я не знаю, есть БМВ, квартира, жена красивая, еще что-то. У него могут быть все атрибуты счастливого человека. И он все равно может чувствовать себя неудачником, если его ожидания еще выше. Он будет говорить, блин, у меня всего лишь БМВ, а не Майбах. У меня жена там модель, но ей там уже 25 лет, а у Васьки жене 21 год. Она вообще еще юная с такими вообще формами, с такими делами, да. То есть неудачником может себя чувствовать абсолютно любой человек с любым уровнем успешности, при условии, что его ожидания намного-много выше, чем его реальность. Вот и все, вот так вот просто. Давайте разберемся, а зачем нам вообще нужны неудачи? Казалось бы, такая неприятная штука. Зачем нам вообще Вселенная создает какие-то преграды, препоны и неудачи в жизни? Как вы сами думаете? Ведь по факту то, что мы, люди, расцениваем как неудачу, как блин, вот не повезло или блин, да что ж такое, на самом деле с точки зрения Вселенной это корректировка курса. Это корректировка вашего жизненного курса. Потому что мы, люди, очень ограничены в своем мышлении. Мы не можем видеть сквозь время. Мы не можем знать, что ждет нас через день, через год, через два, через десять, через пять лет, да. Мы этого не знаем. Мы не знаем даже, что будет с нами в следующую минуту. И мы все расцениваем в своей линейной плоскости. Сегодня я хотела того-то, сегодня я попыталась, сегодня у меня это не получилось. Блин, все, моя жизнь кончена, я неудачник, да. Сегодня я выпускник, сегодня мне кажется, что самый лучший вуз на свете, например, это театральный или юридический, или экономический. Сегодня я попыталась туда поступить, провалилась, или у меня не хватило баллов на ЕГЭ, или у родителей не хватило денег на взятку. Все, это трагедия, моя жизнь кончена, я потерпела неудачу, я провалилась, да. То есть с сегодняшней нашей позиции мне кажется, что это неудача. Откуда я знаю, будет ли это неудача через пять, через десять, через пятнадцать лет? Может быть, в масштабах жизни это будет лучшее событие, которое с тобой вообще случилось. Может быть, ты там сегодня хотел поступить на юридический, очень сильно расстроился, что не поступил. Может, через пять лет ты поймешь, что тебе это вообще, эта сфера деятельности неинтересна. Может быть, через десять лет ты поймешь, что, когда ты отучился, эта профессия вообще не востребована в твоей стране, что таких кадров слишком много, что ты бы на рынке труда был не востребован. И ты будешь думать, блин, как хорошо, что меня пронесло, как хорошо, что я сюда не поступил, да, сейчас бы я был безработным. Да, то есть мы не знаем, как та или иная так называемая неудача аукнется и отклекнется нам даже через день или через два, не говоря уж про пять-десять лет. Это, знаете, как все в школе убивались, там, по самому крутому парню в классе. Вот он такой вот там Санек, Пятек, Васек, он такой вообще отвязный был, такой классный, все девчонки по нему сохли. А он меня не выбрало, я почувствовала себя неудачницей, я же так старалась. Я его там на дискотеке на медляк приглашала, я же у мамы там тушь для ресниц сперла, все, чтобы его очаровать, да. А он вот не повелся, он, блин, там, с Машкой закорешился, и на выпускном они были вместе, и потом они поженились. Может быть, через пять лет этот крутой Васек, который когда-то тебе казался пределом мечтаний, он уже сопьется, расширеет, я не знаю, разорится, будет сидеть в долгах, как в шелках, поколачивать эту бедную Машку и так далее. А ты это воспринимаешь как неудачу и думаешь, блин, я потерпела неудачу, я неудачница. А ведь ты не неудачница, тебе просто Вселенная скорректировала курс. Потому что мы не знаем, что для нас лучше всего. У нас есть ожидание, но ожидание Вселенной, и то, что она нам может дать намного выше. И Вселенная дает нам самое лучшее для нас на самом деле, если мы только позволим себе это взять, рассмотреть и принять. Так что так называемые неудачи – это просто корректировка курса. Если что-то идет не так, как вам надо, радуйтесь. Эта сама жизнь вмешалась, чтобы привести вас к вашим мечтам самым лучшим, легким и хорошим путем. А может быть, Вселенная ведет вас к тому, о чем вы даже мечтать не смеете. Потому что ваше мышление ограничено, вы думаете, что вот он ваш потолок, а он намного-намного выше. И Вселенная это знает, и ведет вас к вашему истинному пику возможностей. Вот что такое неудача с точки зрения жизни. А еще неудача может появиться как следствие вашей эмоциональной зашлакованности. Если у вас уже очень много негативных переживаний, недовольства собой, претензии к миру, к другим людям, к жизни скопилось, вы уже очень эмоционально грязный человек. И неудачи начинают появляться, чтобы намекнуть вам мягко, ты бы помылся, ежик, ты бы почистил свое эмоциональное тело, ты бы почистил свою душу с помощью эффективного прощения, медитации любви, с помощью аффирмаций, с помощью дневника самонаблюдений, с помощью различных медитаций, например, целительные звуки. Есть очень-очень много способов, да, очиститься от негативных переживаний. Если мы это будем делать регулярно, мы не будем знать, что такое неудача. Да, потому что неудача может возникать либо как намек на то, что вам надо идти в другую сторону, либо как результат того, что вам пора почиститься, вам пора эмоционально помыться. Что же делать, если вы попали в полосу неудач? Первое. Перестаньте задаваться тупыми и бесполезными вопросами. Ах, почему это со мной случилось? Ах, за что мне все это? Вместо этого задайте себе правильный вопрос. Зачем мне нужны эти неудачи? Зачем мне нужны эти события и обстоятельства? Как они могут изменить мою жизнь к лучшему? Чему они могут меня научить? Как я в конце концов сам себе создаю вот эти неприятности? И когда вы зададитесь этим вопросом и поймете, какими мыслями, какими эмоциями, какими действиями вы провоцируете те или иные события в своей жизни, не надо винить себя. Ох, я плохой, я создал себе неудачи. Наоборот. Почувствуйте свою силу, свои возможности от того, что вы можете творить свою жизнь. Вы действительно творец. И вы можете, раз вы смогли себе создать неудачи и какие-то неблагоприятные обстоятельства, значит, у вас есть точно такой же ресурс, чтобы их разрулить и создать себе противоположные обстоятельства. Вы это можете, вы это умеете. Просто начните это делать осознанно. Если вы хотите, понимаете, что везунчик на самом деле это человек, который смотрит на мир через особую призму. Везунчик это человек, который видит возможность там, где другой человек видит тупик. Он видит перспективу там, где другой человек видит неудачу. И этот взгляд на мир можно и нужно тренировать. Если вы хотите развить в себе такой взгляд на мир, у меня есть для вас средство. Это мой тренинг «Не жизнь, а сказка онлайн». По сути, это даже не тренинг. Это образ жизни, который я веду, да, и который вместе со мной ведут уже очень много людей. Это как зож для мозгов. В рамках этого тренинга мы постоянно чистим свои негативные эмоции, постоянно чистим негативные переживания, страхи, обиды. Все, что нам мешает смотреть на мир с любовью и радостью. Все, что ограничивает наш взгляд и мешает нам видеть перспективы, да. Мы перестаем видеть мир как проблемное место, где надо бороться, где надо, что-то, я не знаю, стараться, где надо преодолевать какие-то препятствия. Мы начинаем в каждом препятствии видеть трамплин, да, для своего дальнейшего успеха. Но, опять же, это не волшебный трюк, это не фокус, да, это не одно маленькое упражнение. Это образ жизни, который надо вести, ну, фактически каждый день. Хотя в день это занимает буквально 5-10 минут вашего времени. И если эти 5-10 минут вашего времени вы потратите вот на такой вот психологический здоровый образ жизни, на чистки, на медитации, на программирование, да, на анализ своих мыслей, своих эмоций, своих установок, вы измените свою жизнь достаточно быстро и достаточно кардинально. Если вам интересен тренинг «Не жизнь, а сказка» онлайн, пожалуйста, вот почитайте программу, описание, отзывы, стоимость и все-все-все, что необходимо для того, чтобы на него подписаться. На самом деле, действительно, быть везунчиком – это жизненная позиция. И вы можете эту жизненную позицию принять прямо сегодня и прямо сейчас. Сделайте такой выбор. Спасибо большое, что посмотрели это видео. Ставьте лайк, если видео вам понравилось. подписывайтесь на мой канал и помните, я вас люблю и вы ничего не можете с этим поделать.